Согласно данным МВД, за прошлый год в отношении несовершеннолетних совершено около тысячи преступлений, больше половины из них совершены родителями. О том, насколько сегодня дети защищены, кто нарушает их права, расскажет Розалия Борисова. В этом году в республике принят закон об ответственном родительстве. В документе прописаны права и обязанности. То, что родители должны следить за здоровьем, воспитывать и создавать условия для развития ребенка. Но в жизни не все готовы выполнять эти обязанности. У нас бывает случай на дому, когда дети умирают от пневмонии. Выясняется потом, что ни за один день, ни за два дня они не обращались за медицинской помощью. По данным МВД, за прошлый год совершено около тысячи преступлений против детей. И больше половины из них совершили самые близкие – мамы и папы. Основная причина всех преступлений – алкоголь. В нетрезвом состоянии родители не могут должным образом воспитывать и следить за детьми. Нередки случаи, когда те, кто должен защищать и оберегать, наоборот, наносят побои и вынуждают детей убегать из дома. Как отмечают медики, еще одна причина безответственности – неподготовленность родителей, непланирование беременности и создание семьи. В последнее время у нас повысились роды несовершеннолетних. Рождаются дети очень юных матерей, особенно 17-18 лет, у которых родительская обязанность, ответственность, можно сказать, отсутствует. Они сами дети. Вместе с тем, за последние годы повышается социальная ответственность. Население начинает замечать нарушения прав ребенка и перестало закрывать на это глаза. Многие стали выходить на уполномоченного, на органы МВД в первую очередь, в прокуратуру, в органы опеки и попечительства и заявлять о том, что нарушаются права ребенка. Такие обращения помогают выявить нарушения в зачатке, справиться с проблемой в семье. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, НКСАХА, ИКУТСКИ.